Дмитрий Ройбу 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 Развязать по-хорошему, но вот так я, госпожа Олеся, не даст мне соврать, я не защитник Суенова. Я был у него, разговаривал, и я ей рассказывал, что он сказал, что пойдет до конца, потому что он прав. Я уважаю его выбор. Да, он нехороший для кого-то, но это не означает и не повод для того, чтобы сфабриковать в отношении его уголовных дел. Вы считаете, дело было сфабриковано, и эти статьи обвинения ничем не подтверждены? Я считаю, что дела сфабриковано, и он незаконно задержан. Статья 166 УПК предусматривает конкретно моменты, когда и при каких обстоятельствах задерживается человек. Этот случай не подпадает. Господин Ногачевский, также хочу вас спросить, вы как юрист, как оцениваете такую скорость принятия решений, и как вы считаете, мог ли один прокурор так быстро изучить все материалы дела для того, чтобы решить начать уголовное расследование? Я все-таки бывший министр юстиции, поэтому выскажусь политически и юридически. Первое. Я всегда задавал себе вопрос, почему не Олеся Стамати, министр юстиции Сергея Литвиненко. Я сегодня понимаю, потому что Олеся Стамати в принципе не готова на такой беспредел. За это я ее поздравляю, потому что все, что сегодня происходило в эти дни и последние месяцы, это беспредел. И министр юстиции подписывался под весь этот беспредел. На будущем мы посмотрим, чем это обернется. По поводу ситуации с Таиноглой. Ситуация с Таиноглой, это не вчерашняя. Это уже длится пару месяцев, вся эта спецоперация. Она очень хорошо подготовленная. И вчера просто был последний сеанс вот этой спецоперации. Я слышал позицию госпожи Стамати, что в принципе вот вчера задержание было из-за того, что были риски, что он убежит. Хотя он был задержан перед тем, как он должен был выйти на пресс-конференцию. Я думаю, что все связано с пресс-конференцией. Я думаю, что там есть очень интересные элементы, про которые я уже слышал. И не дай бог они выйдут. Что вы знаете о том, что должен был сообщить Таиноглой? Придут времена, когда сами органы будут объяснять, что должно было предоставлено, должно быть предоставлено на публичном пространстве. Почему его закрыли перед пресс-конференцией, вот у меня серьезные вопросы. По поводу технических элементов, там пустышка, это не бумажка. По поводу условий для задержания людей, я вам могу сказать, что как юрист уже. Есть дело, называется Бузаджи, верст Република Молдова. Это как пайл Джаджмент, это именно судебный прецедент для Республики Молдова. Для белых воротничков, оно только и называется. Дело, которое было рассмотрено большой палатой Европейского суда по правам человека, где указывает, при каких условиях можно задерживать, арестовать белых воротничков. Потому что белые воротнички, мы говорим про госслужащих, а генпрокурор это является тоже госслужащим. Вы считаете, это повод для обращения в Европейский суд по правам человека? Я пока не понимаю, на каких условиях его задержали. Сегодня вообще, в принципе, если технически говорить, но я понимаю, что проблема в общем не в Стояноглу. Проблема в контроле, политическом контроле над системой прокуратуры. Борьба идет не за Стояноглу, не за Попова или другого иного, а за контроль за системой прокуратуры. Вчера, я понимаю, что задержание могло бы и не быть, если бы не было каких-то информаций по поводу чего должен был высказать господин генпрокурор в этой пресс-конференции. Я понимаю, что это очень забеспокоило кого-то, и вот была вот такая реакция, инадекватная, которую я уверен, что она будет стоить серьезных очков именно нашему правлению, которая пошла по беспределу, изменила законодательство по беспределу, воспользовалась инструментом Конституционного суда. И я думаю, что она где-то скомпрометировала и наши договоренности с нашими партнерами. Пока есть вот это политическое доверие, но с технической точки зрения все равно им придется объяснять на какой-то момент. И госпожа Стамати знает очень хорошо, какие у нас договоренности с партнерами и с Советом Европы. То, что она тоже работала и над стратегией по изменению, по реформированию юстиции, и по проекту по изменению Конституции Республики Молдова. Поэтому она знает все эти элементы очень-очень хорошо. Но это не реформа, это что происходило сегодня, вчера и в последнем месяце. Это беспредел, это просто перебирание политической контроли или установка политического контроля над системой юстиции Республики Молдова. Это очень-очень противоречит демократическим стандартам и правовому государству. Госпожа Стамати, вы согласны с тем, что есть предпосылки для обращения в Европейский суд по правам человека, что, возможно, Молдова опять проиграет в ЕСПЧ из-за этого дела? В принципе, дайте я вам скажу так, потому что господин Гачевский сделал несколько комментариев, которые я хотела бы вкратце прокомментировать. Во-первых, законодательство, которое мы принимали, оно было принято не по беспределу, а соблюдая все законные нормы о принятии законодательства, то есть транспарентности, консультирования и так далее. Ну, в сравнении с предыдущим составом парламента, который зачастую принимал законы в двух чтениях ночью, которые вообще не были ни обсуждены, ни на сайте парламента, вывешены заранее и так далее. То, что мы не проконсультировали заранее этот закон с Венецианской комиссией, мы, в принципе, объяснили, почему, и объяснили, что этот закон был разработан на основе мнения Венецианской комиссии 2019-2020 года, так же, как и постановлению Конституционного суда. То есть мы приняли все меры, чтобы этот закон имел конституционность, то есть чтобы он не был объявлен неконституционным или противоречащим каким-либо европейским стандартам. Насчет задержания господина Стояноглу перед пресс-конференцией, я не вижу абсолютно никакой связи между его задержанием перед пресс-конференцией. То, что Александр Стояноглу имел сказать, он сказал в пресс-конференции за день до. Мы уже видели, что он может сказать в пресс-конференции. Я думаю, что ничего нового, ничего суперинтересного он бы в этой пресс-конференции не сказал. Так что, прошу, я не знаю, какие там были предпосылки для тех, которые задержали его, которые провели обыск и так далее, задержать именно в тот момент. Но я лично связи между моментом пресс-конференции и задержкой генерального прокурора не вижу никакой. И, в не последнюю очередь, это не реформа юстиции. Это должно быть очень ясно, понятно всем. Реформа юстиции начинается с принятия законодательств. Да, частично закон о прокуратуре вписывается в наше видение реформы юстиции, но это не та реформа, о которой мы говорим. Настоящая реформа юстиции и, скажем так, очистка органов прокуратуры и судебных инстанций только начинается. То есть она только начнется после одобрения закона о внешней оценке судей прокурора. То, что произошло вчера, это не часть реформы юстиции, чтобы это было понятно. Потому что то, что произошло вчера, это абсолютно законные действия со стороны Высшего совета прокуроров, который принял решение о назначении прокурора, который будет расследовать действия генерального прокурора. И в последующем уже действия этого назначенного прокурора по поводу возбуждения уголовного дела. Если будут какие-то нарушения процессуальные по делу, они должны, конечно, пресекаться. Потому что мы четко выступаем за то, чтобы все процессуальные нормы были соблюдены этим прокурором, либо любым другим прокурором. То есть если человек, будь либо человек обычный, то есть любой гражданин этой страны, либо генеральный прокурор, он должен отвечать перед законом и только законом. То есть никаких, скажем так, НКЛКР, никаких нарушений закона в процессуальном плане не должны допускаться. И я очень надеюсь, что новый назначенный сегодня, исполняющий обязанности генпрокурор будет... Госпожа Астамати, небольшая техническая проблема. Сейчас, надеюсь, мои коллеги ее решат. Господин Ногачевский и господин Дьяков, хочу вас спросить по поводу присутствия офицеров СИБА при задержании. Создалось такое впечатление, что хотели показать какое-то больше показательное шоу о том, что действительно происходит это задержание, привлечь как можно больше внимания. Насколько оправдано присутствие офицеров СИБА? Вот господин Дьяков. Я долгое время работал следователем. Был совсем молодым, когда начал. А потом, когда уже повзрослел, так сказать, в Кишиневе был следователем по словам Ждилам, руководителем группы раскрытия убийств. Я три года занимался только раскрытием убийств. И сидел сутками один на один с убийцами. Даже в тот день, когда сожгли МВД в 89-м году, я в тот день сидел с одним подозреваемым с 8 утра до 16.30 где-то. И я понимал, нутром чувствовал, что это он, но доказательств никаких. И вот так борьба слов и так далее. И он в конце концов так посмотрел, говорит, ну хорошо, пишите. Он имел два метра, кулаки вот такие, и я был закрыт на ключ один на один с ним. Целый день с убийцей. Я увидел киллеров, работал с киллером. Я никогда, никогда даже сержанта рядом со мной не был. А здесь генерального прокурора, очень спокойного, культурного, уравновешенного, который знает, видела страна. И вдруг вот это, это устрашение не для Стойноглу. А для кого? Это устрашение для нас, для всей страны. Только попробуйте, не подчинится. Стойноглу посмел пойти наперекор власти. Он не хотел. И я вот с госпожой Стомати разговаривал, разговаривал с Литвиненко. Я хотел, они не хотели. Они так и не одобрили меня. Я хотел быть официальным их представителем, чтобы работать, чтобы уговориться. Но я могла уйти, потому что со мной было такое. При Плохотнюке, при вашем хозяине. Я воевал, боролся. Вот с этим законом паршивым, с законом, который существует, который они переделали, еще ухудшили. Этот закон нужно было отменить, если отменить совсем. И делать нормальный закон. И пусть придадут прокурорам статус магистра, и пусть войдет прокуратура, состав Министерства юстиции, поставьте своего прокурора. Генералу нет вопросов. Но вот это устрашение было, я считаю, и я уверен в этом, это не для Стойноглу. Это не охрана Стойноглова. Куда его Стойноглу убежал? Я еще раз повторяю, я не таких, я убийц. И один на один с ними. Никогда. Человек, который знает, что он уже под законом, он под него редко бывает. Но господина Нагачевского хочу спросить, у нас пять минут до первой паузы. Господин Нагачевский, вот на ваш взгляд, была ли какая-то юридическая, не знаю, физическая опасность, что этот господин Стойноглова мог бы покинуть? Он в кино только видел таких. Я был министром юстиции, господин Дяков, поэтому я встречался с представителями СИБА. Это так, между прочим, чтобы вы знали. По поводу, почему СИБА? С политической точки зрения, как оно выглядит на международной арене? Он прокурор-генерал, который оттенциал, который представляет риск для секретации статуса. СИБА отвечает за секретацию статуса. В этом смысле был передан довольно-таки интересный сигнал, если мы говорим с политической точки зрения. Есть, конечно, и элемент устрашения, есть, конечно, элемент показывания власти. Вот сила у нас. Да мы все поняли, что ПАС – это сила сегодня. У них 63 мандата. Но зачем вот эти киношные представления? Для меня это неясно, и это неправильно. И если то, что Стояногло, как представитель прокуратуры, курировал какие-то дела, и из-за этого он становится опасным для государства, то тогда, извините, тогда я не понимаю, что такое демократия. Тогда я не понимаю, как госпожа министра юстиции Олеся Стамати выбрала предварительно господина Стояногло, после этого высший совет прокурора утвердил именно господина Стояногло, и потом президент подписал указ под господина Стояногло. И Костюнный суд подтвердил, что господин Стояногло имеет право находиться в эту должность. Что-то неясно в этой ситуации. Я считаю, что цель просто запугать, как сказал господин Дьяков, ну и политически передать сигнал. Потом они, я понимаю, сейчас пойдет стратегия замазывания господина Стояногла, что он типа работал против государства Республики Молдава. Я еще одну секунду. Кроме того, что я ушел из прокуратуры в генеральском звании, я работал в Сибе, тогда было Министерство национальной безопасности, и имею чин подполковника. Был руководителем следственного отдела там. И я авторитетно заявляю, что СИС, СИБ, вообще никакого отношения к следственным действиям не имеет и не должен вмешиваться. Господин Дьяков, я прошу прощения, мне вот сообщил мой продюсер, что госпожа Стамати еще недолгое время может быть у нас на связи. Я хочу, чтобы вы все-таки высказались, потому что мы будем говорить о тех претензиях, которые предъявляют Стояногло, не только о том, что, возможно, была нарушена процедура. Госпожа Стамати, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, все-таки каковы объективные причины и претензии у вас, как представителя партии Действия и Солидарность, к господину Стояноглу? И как вы считаете, по каким статьям обвинения у общества больше всего претензий к ним? Ну, если говорить вне рамок того заявления, которое было подано Лилианом Карпом, то, естественно, с общественной точки зрения, да и нас, как членов команды ПАС, недовольство, скажем так, действиями или бездействия, скорее всего, генерального прокурора касается липса прогрессовой в расследовании самых крупных, самых масштабных уголовных дел. То есть вообще никакого прогресса ни по краже миллиарда, ни по лаундрамату, ни по аэропорту. То есть абсолютно ничего. Я вам скажу больше. То есть мы, я как член Высшего Совета Безопасности участвовала на всех заседаниях Совета, начиная с декабря 2020 года. И я видела на тех заседаниях, когда господин Стайнов был приглашен, мы не раз слышали, что да-да-да, это дело готово, вот-вот-вот отправляем в суд, вот-вот-вот отправляем в суд. Проходили месяца, абсолютно ничего не происходило. Поэтому, и плюс к этому, было всем понятно, что некоторых, скажем так, участников этих резонансных дел отпустили. Просто отпустили, потому что совсем никому, то есть непонятно, если посмотреть по закону или логически, почему не было запрошено, не было запроса, допустим, на какие-то превентивные меры насчет господина Платона, да не только Платона. То есть там были участники, которым можно было, я не говорю об аресте, я не говорю даже о домашнем аресте, а о наложении меры, чтобы они не смогли выехать из страны, это было элементарно. И в других похожих делах прокуроры всегда это запрашивают. В этом прокуроры даже не запросили. И создаются впечатления, что господин Стояногла в этом всем активно участвовал, потому что иначе это объяснить с общественной точки зрения невозможно. Но, естественно, есть... Спасибо вам большое, мы должны объявить паузу. Если вы могли бы остаться с нами, было бы очень хорошо на второй части программы. Если нет, то спасибо вам большое, уважаемые телезрители, мы вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами. В эфире программа «В центре внимания». Продолжаем дискуссии. Сейчас у нас на связи по телефону бывший депутат платформы «Да» Александр Слуцарь. Господин Слуцарь, добрый вечер. Добрый вечер. В первую очередь спрошу вас так же, как и предыдущих гостей, о том, что вы думаете по поводу процедуры вчерашнего задержания и начала уголовного преследования видела ваш комментарий в фейсбуке, вы заявили о том, что у вас есть претензии к Стайноглу, к его деятельности, но все же есть не согласие с тем, как было проведено задержание. Что вы думаете об этом? Я не понял, зачем нужно было. Вот до сих пор я не получил внятного ответа, зачем нужны были эти маски шоу. Повторяю еще раз. Я считал и считаю, что Стайногл должен уйти в отставку. По многим причинам, которые я слышал, в том числе и предыдущие собеседники говорили об этом. Более того, одно из обвинений, которое ему предъявлено, оно вытекает из отчета по ландромату парламентской комиссии, которую прекрасно составила моя коллега, госпожа Инга Григорьев. У меня по сути вопроса, я и мои коллеги, мы всегда критиковали господина Стайногла, в течение двух лет результатов очень-очень мало. И мы никогда не кокетировались с ним, не смотрели на политическую конъюнктуру, не пытались заигрывать. Это была наша последовательная позиция. Но то, что произошло вчера, для меня абсолютно непонятно. Я не получил аргументов, какую социальную опасность представлял господин Стайногла для общества, и почему нужно было делать вот таким образом, в такой манере задерживать его. Ведь это же сильная дискредитация самого института прокуратуры, которая и так на очень низком уровне. И у меня вопрос в связи с этим очень серьезный вопрос, учитывая определенные процессы, которые я вижу внутри прокуратуры и возле нее. Потому что, если, допустим, власть дала такое указание, я не хочу в это верить, то это глупо. Как вы считаете, успел прокурор... Я боюсь другого. Я очень боюсь, потому что сам этот процесс мне очень напомнил времена в Лохотнюках. Так, Виарел Морар врывался к бизнесу, громко от маски шел, сажал людей, отжимал бизнес и потом тихонько их отпускал. Как вы считаете, есть ли роль здесь Виарела Мораря до сих пор с понедельника? Мы, я лично просила, ну, пыталась узнать его реакцию, написала ему в разных приложениях, не было ответа, до сих пор он нигде не прокомментировал. Есть ли здесь какая-то роль и Виарела Мораря говорится об этом, по крайней мере, в публичном пространстве? Не имея доказательств, я смотрю по почерку. И сам почерк, и вот как это все происходит, и определенная информация, которая была выложена в общественном пространстве, она меня очень напрягает. Я очень не хочу, чтобы процесс естественной очистки и действительно смена в прокуратуре происходила как борьба кланов, причем кланы, которые были при Плохотнюке и при помощи орудия Плохотнюка, чтобы были эти изменения. Поэтому меня еще и смущает, что тот прокурор, который ведет дело господина Стариногла, он один из тех более 600, которые подписались когда-то в поддержку Плохотнюка. И здесь, я думаю, что всему обществу нужно быть очень внимательным. Мы не можем допустить, чтобы процесс реформы юстиции свелся только к смене генерального прокурора и причем при активном участии людей из системы, из бывшего режима Плохотнюка. Я этого очень не хочу. По поводу исполняющего обязанности генерального прокурора Дмитрия Руба, он был исполняющим обязанности генерального прокурора в 2019 году, когда платформа была в составе еще уже бывшего блока АКУМ. Почему опять эта кандидатура? И как признался сам министр юстиции Серджио Литвиненко, что он предлагал в том числе эту кандидатуру или возможно это была единственная кандидатура, которую рассматривали? Я не могу сказать, по каким причинам была предложена эта кандидатура. Тогда, в 2019 году, эти пять месяцев, господин Рубу по многим параметрам, по многим линиям неплохо справлялся с своей обязанностью. Опять же, меня смутило, что в конце концов там опять появился Георгий Мораль, которого суд восстановил в должности. Что касается моего отношения, поживем, увидим. Я очень надеюсь, что он будет независимым, что он не будет приближен к политике, и что мы увидим очень быстро результаты по всем тем резонансным делам, по которым не было никакого приближения в течение двух лет. За два года, насколько я видела в прессе, в социальных сетях, и действительно, мы не видели ни одной новости, чтобы в должности в муниципе Кишинев, в прокуратуре, Дмитрий Робу показал какие-то громкие результаты, громкие расследования. Насколько здесь есть вероятность, что он покажет такие результаты? Прокуратура в целом не показывала никаких громких расследований в течение двух лет. Поэтому я еще раз повторяю, мое критическое отношение к господину Стояногу не поменялось, потому что кроме громких деклараций, что похотнюк его боится, конкретных дел, отправленных в суд, реальная борьба с похотняком и направление его в розыск я не увидел. Поэтому это была общая линия в рамках прокуратуры. Еще раз повторяю, когда господин Робу пять месяцев был исполняющим обязанности, он начал неплохо. И снятие иммунитета за какие-то процессы я, по крайней мере, и видел у него. Что будет сейчас, если он самостоятельная фигура, есть ли тут какие-то политические игры за его спиной, играет ли здесь Виарел Маграх, мы в этом убедимся очень скоро. Главное, чтобы мы были очень бдительными, и для меня самое важное, чтобы те, кого не смог очистить или не захотел очистить господин Стояногла, чтобы они не вернулись инфорта с полной силой, и чтобы вся эта реформа юстиции не свелась к реваншу, скрытому реваншу, и тогда зачем это все начиналось, и зачем один клан, одна криминальная группировка будет менять другую криминальную группировку. Как вы считаете, вы не юрист, мы это прекрасно понимаем, но депутат с все-таки опытом работы, как вы считаете, мог ли один прокурор, вот, господин Фортуна, за два часа подготовить и отредактировать четыре статьи обвинения, или все-таки это было заранее подготовлено, и тогда не возникают ли у вас вопросы, насколько соответствуют законодательству и вообще процедуре? возникает много вопросов, я об этом уже сказал, то, как это было сделано, наводит на очень много вопросов, на которые я не получил ответа, в том числе и на этот вопрос, потому что процессуально, с космической скоростью, через два или три часа, уже иметь видение дела уголовного по четырем пунктам обвинения и прийти уже с маски шоу, это, на мой взгляд, даже дилетантски, это очень сложно, поэтому по вчерашнему дню очень много вопросов, и пока не получили ответов, и мне кажется, еще раз повторяю, что такая манера, вот то, что произошло вчера, это не добавляет очков в первую очередь власти, поэтому я еще раз подчеркиваю, очень надеюсь, что это происходит без их участия, потому что это было бы глупо, но еще хуже... Надеетесь ли вы сомневаетесь, что без их участия, у вас есть основания думать, что все-таки не самостоятельно действует сейчас прокуратура? Я хочу надеяться, что это произошло без участия власти, но тогда возникает вопрос, а кто все-таки дирижировал этим процессом? И тогда мы приходим ко второй версии, что за этим узнается почерк другого клана во главе с тем же Виарелом Марарем, что тоже было бы трагедией для республики Молдова, что так, что это сам процесс задержания господина Стоянов, с моей точки зрения, это ошибка, так как он произошел, и сейчас нужно очень быстро и профессионально отвечать на эти вопросы, которые вчера возникли у многих людей в обществе. Господин Слуусарь, я надеюсь, что вы можете еще остаться с нами на связи, и хочу наших остальных гостей спросить по поводу реакции международного сообщества. Вот, господин Нагочевский, я видела, что вы заявили о том, что нужна эта реакция, или, по крайней мере, необходима для того, чтобы понять, что происходит внутри Молдовы, как это видится снаружи. Как вы считаете, будет ли это реакцией, какой она может быть? Значит, как я понимаю, политическая власть пытается убедить международное сообщество, партнеров, о том, что у нас есть white consensus, общий consensus по поводу вот того, что они делают. Это не только на политическом уровне, но есть и в гражданском обществе вот этот consensus, и вот этим они прикрывают вот все эти действия. В принципе, госпожа Стамать уже сказала, это не реформа. Мы по реформе уже имеем консенс и на национальном уровне, и на международном уровне. Вот этот беспредел, они пока торгуют вот этими лайками, которые у них есть в фейсбуке, у Литвиненко, у госпожи Стамати, и показывают, что вот их поддерживают. И я не знаю, какие рапорты пишут вот эти государственные, не государственные, гражданское общество, которое является элементом восточного партнерства, вот это договор рабо-ассоциации, там есть 84, если я не ошибаюсь, НПО, которые включены в это восточное партнерство, и которые предоставляют вот все эти рапорты. Вот на основании вот этих рапортов и создается мнение международное, как я понимаю, со стороны власти, что у нас есть общий консенс и по поводу вот таких действий власти. На самом деле, из того, что я вижу сегодня, нет у нас вот этого всеобщего консенса на национальном уровне, и вот я понимаю, что уже начинают люди, политики, готовить заявления партнерам международным плюс Совету Европы для того, чтобы показать, что нету... Вот оппозиция партии социалистов готовит такие обращения? Да, я говорю вообще про общие позиции политиков, потому что я не говорю только про социалистов, про коммунистов, про коммунистов, и другие. Я вижу и гражданские конгрессы, все высказываются против, и партия господина Дрона, все смотрят на это как по беспределу. Это означает, что у нас нету консенса, который бы давал бы вот такие полномочия власти идти вот по беспределу, потому что это противоречит правовому государству. роль оппозиции критикова действия власти, это действительно... Мы не говорим про критику, сейчас не идет речь о критике, мы сейчас говорим о том, что когда делаешь реформу, либо делаешь какие-то очень серьезные шаги, в этом случае должно быть полноценный консенс, чтобы никто его не критиковал. В случае, если сильные критики идут, значит недоработка, потому что политики должны действовать так, чтобы не входить в конфронтацию с народом и с оппозицией. Нужно всегда находить консенс для того, чтобы продвигать что-то, которое может стабильно внедриться на территорию республики Молдова. Все остальное, это пышь больше ничего, это ни к чему не помогает. Более того, сегодня, как я понимаю, было собрано НСГ, на национальное собрание Гагаузии, которое... Да, мы видели реакцию, готовится к протесту. Есть очень серьезная реакция с их стороны, и вот все вот эти атаки, которые делают по беспределу на национальном уровне, могут привести к каким-то региональным конфронтациям с центральной властью. Это очень опасно для республики Молдова. Значит, вот этими шагами, непродуманными, сделанными вот второпясь, могут появиться непонятные ситуации с нашими регионами. И я надеюсь, что наш Совет Европы, Европейский Союз, Соединенные Штаты, в конце концов, поймут, что происходит на территории Республики Молдова и придут с реакцией для того, чтобы власть вошла в нормальное русло. Потому что, вот так мы работали, когда я был министром юстиции. Я сделал, я признал одну ошибку, когда поменял законодательство по поводу Высшего Совета Магистратуры, и пошли критики, что я второпять поменял это законодательство, и в парламенте там, что-то не договорились депутаты по поводу того, кто должны стать этими членами Высшего Совета Магистратуры, и тогда признался, что да, если не было общего консенсия, значит, у нас проблема, я больше так не буду делать. А сегодня, то, что делает Министерство Юстиции и депутат Литвиненко до сих пор, как он изменял законодательство и по судебной системе, и по прокуратуре, как был выдан этот указ по поводу отстранения должности председателя апелляционной палаты, как был отстранен Стойного, все эти элементы, они не могут происходить без общего консенсива территории Республики Удова. Вы, наверное, видели коммуникат Высшего Совета прокуроров о том, что якобы в понедельник был звонок от представителей Министерства Юстиции, советника, даже, возможно, министра юстиции, который попросил созвать заседание Высшего Совета прокуроров раньше. Не, ну, давайте так, Высший Совет прокуроров, а там есть голос Высшего прокурора? Голос прокурора там есть? Ну, да, конечно. Все? Ну, как, там есть представители прокурора? 5 из 12. Представители есть, но голоса нет. А, вы имеете в виду, что нет решающего? Конечно, конечно. Они просто для мебели сидят там. А кто там рулит? Сейчас усилилась роль адвоката, народного адвоката, который также был назначен в результате. Кстати, вы не проводите параллель между назначением сегодняшнего исполняющего обязанности генерального прокурора, когда была тоже как бы иллюзия выбора из двух человек, госпожей Фортуна и госпожей Ройбу? То же самое произошло примерно, то же самое между адвокатом, народным адвокатом, когда были две кандидатуры, но, похоже, заранее было известно, за кого проголосовать. Да нет, это вообще игры так для дурачков. Этот прокурор, как его? Робу, господин Робу. Я один из самых опытных прокуроров. Я этого Робу не знал и не слышал у него. Как вот из 700 прокуроров, ну, я знал лично, так, в лицо и знал, на что они способны, человек 300. И среди этих 300 человек не оказался Робу, я его не знал вообще, в глазах не видел. Вот, кстати, может быть, по прессе вы как-то следили. Вот вам запомнилось хоть какое-то действие, решение? Я был руководителем прокуратуры столицы. 40% прокуратуры был под моим руководством. Я не слышал о таком прокуроре. Вот он и где-то взял. Я знаю, не знаю, есть ли время рассказать, откуда он взялся. И не знаю, если интересно. Но, не в этом суть. То, что этот Робу, господин Робу, он является как бы дежурным генеральным прокурором, ну, все понятно. Здесь и не надо вокруг этого вопроса разговаривать. Мы должны говорить, когда вернется с той нового к выполнению своих служебных обязанностей. Вы считаете, он вернется? Я говорю, что в отношении него незаконно возбуждено 4 уголовных дела, которые объединены в одно незаконное дело, которое должно лопнуть, и он должен вернуться к выполнению своих служебных обязанностей. Потом будет его оценка и так далее. Это будет долгий путь. И, возможно, скорее всего, что его отстранят. Но тогда по каким-то начертанным схемам изберут какого-то, надеюсь, хорошего, нормального... Вот вы верите, что новый прокурор будет независимым и действительно по тем критериям, о котором говорили представители партии «Действия и Солидарность», находясь в оппозиции? Месяца два назад я был в другой передаче и сказал, что, к сожалению, я чувствую, что руководить прокуратурой будет с истине мораль. Вот то, что на прошлой пресс-конференции генеральный прокурор озвучил, ну, видно, что действительно мораль занимается этим. А сегодня... Почему мораль? Вот что в этой фигуре... Откуда вот эта сила, влияние в этой фигуре настолько... Фух... Что вы... Вот вы говорите, не знаете много или вообще практически ничего о господине Робу. О господине моралье, скорее всего, вы знаете побольше. Он довольно известный человек, публично-проекционный. Господин Фуртуна, он родственник другого прокурора, который в судебных тяжбах с высшим советом прокуратуры сейчас. Он был при Робу, был назначен исполняющий обязанности вот этой специализированной прокуратуры. По борьбе с организованной преступностью? И оттуда он ушел вроде по собственному желанию, а сейчас вот уже год или сколько там судится, находится... А он очень близкий родственник этого Фуртуна. Этот Фуртуна, он по... Тогда, когда мораль был... Держал все нити в прокуратуре, при Робу. Вот этот Фуртуна арестовал Китарага, аудиозного прокурора. Но тогда... Почему? Что вы думаете, что случайно пал выбор на Фуртуну? Нет, не случайно. Мораль его назначил, потому что мораль не скрывает, что он свалил своего шефа. Он свалил с дороги, потому что он хотел стать единоначальником. Потому что Китарага у нас в стране, кто не знает, я еще раз повторяю, был ставленником Плохотнюка, и был у нас где-то лет 10 был теневым генеральным прокурором. Зубков, Харунжин, кто там еще был, они были такими, свадебным генеральным. А настоящим генеральным прокурором был Николай Китарага. Это был непосредственный начальник мораль. Для мораля с его гонорами, с его вот это самое, это давило. И вот мораль свалил своего шефа и стал он единственным начальником, а задачу выполнил вот этот господин. И сейчас, вот как господин Робу является дежурным генеральным прокурором, вот этот Фортуна является дежурным исполнителем спецзаказа по устранению, введению уголовных дел особого значения. И вот его сейчас, что кто-то мне докажет, что это случайный выбор, кто-то там, это самое, где он? Вот кроме дела Китараги, какое дело он закончил? Кто его знает? Где он себя проявил? И вдруг ему дали дело в отношении генерального прокурора? Ну, по крайней мере, как я слышала, Олеся Стамати заявила на одной из других телепередач, что нету скандалов в его биографии, то есть нету каких-то дел, где он был вмешан в какой-то скандал или сговор. То есть, по крайней мере, для нас, наверное, это уже какой-то показатель положительный. Это постановление о возбуждении дела, вот по этому факту, который обвиняет Снуйноглу в злоуправлении служебным положением, когда был он председателем комиссии. Слушайте, вот это постановление должно быть, ну, по крайней мере, на 5-10 страниц. А здесь вот полтора страниц. Кстати, вы слышали, что сегодня сказал заместитель, ну, тоже временно отстраненный, Руслан Попов, о том, что это была всего лишь подпись в качестве председателя комиссии по безопасности господина Снуйногла в 2011 году. То есть, это не был даже проект, который инициировал Александр Снуйногла. Насколько это может быть тоже составленным? Я же говорю, что этот документ свидетельствует абсолютное отсутствие грамотности. Этот человек понятия не имеет о том, что такое постановление о возбуждении уголовного дела. Я сужу по этому документу. Человек, который составил этот документ, он понятия не имеет. Здесь сплошь и рядом фальшь. Он здесь должен был написать, что Снуйноглу занимает такую-то должность, обязанность, в которой входило то-то, то-то, то-то. Он должен был описывать все. Да, и, кстати, почему это все было как-то совмещено? События давности, уже 10-летней давности. То, что было недавно. Связь с Платоном. Об этом мы поговорим обязательно в следующей части программы. Это до кучи для пентучей мульц, для простого народа, чтобы, как вот с этими маскацами, как его? Офицерами СИБА, которые были, да, в специальной копировке в масках. Маскированные. Вот так и вот эти документы. Они для устрашения, для создания видимости серьезного дела. Потому что здесь нет дела. Вообще никакого дела. А они аж 4 статьи. Здесь он написал, что председатель комиссии парламента, злоупотребляя своим служебным положением, своими действиями работал на преступную организованную группу. Это кто? В парламенте преступная организованная группа. Кто? Почему не обозначил? А как сказали некоторые эксперты, что действительно больше похоже на просто вырезки из статей из прессы, которые появились тоже по предложениям... А здесь оказывается, что это было предложение антикоррупционной четвертой национальной антикоррупции. Да, да, да. И оказывается, что Стойногло вообще никакого отношения не имел. Просто он в силу своих обязанностей должен был... Должен был подписать. Господин Дьяков, господин Докачевский, мы уходим еще на одну паузу и вернемся через несколько минут и продолжим дискуссию о тех претензиях, которые предъявляют все-таки Стойногло. Оставайтесь с нами. В эфире программа «В центре внимания». Продолжаем дискуссии. Господин Дьяковский, я хотела бы также с вами поговорить с господином Дьяковым по поводу тех претензий, которые предъявлялись в обществе людьми далекими от юрисдикции, от того, как понимать обвинения, предъявленные прокурором и так далее. По поводу связи Платона и господина Стойногла, или наоборот. По поводу синхронизации некоторых сообщений, которые были в публичном пространстве. И по поводу отказа от обвинений в адрес Платона. У вас не возникло подозрения о том, что все-таки идет какое-то общение, помимо того, что объявляют официально? Давайте я вам так скажу. Меня в принципе этот элемент не интересует. Меня интересует прокуратура как институт власти. Как очень важный институт власти. И как действуют другие политические ветви, когда мы говорим про прокуратуру. По поводу Платона. Значит, я могу сказать, что в публичном пространстве пытались сделать и мне связь с господином Платоном. Что я там где-то представлял, что там я где-то защищал. И пытались всегда что-то привязать мне по поводу Платона. И я видел, какие фальшивки были использованы для того, чтобы создать этот фон. Хотя там не было ничего и не было доказано вот этой связи никак. Но фон какой-то все-таки создался. И я всегда должен был где-то там защищаться, отбиваться, показывать, что вообще нормальные люди. И всегда приходилось с доказательствами. Более того, вот при моем мандате практически было решено практически окончательно ситуация с Энергоаллиансом, которая длится еще со времен 2013-2014 года, когда Республика Молдова в витраже проиграла 50 миллионов евро. И за пару дней после меня уже было оглашено одно решение, очень важное для Республики Молдова, которое поможет избавиться от этого долга по Энергоаллианцу. По поводу, есть или нет каких-то дискуссий между Платоном и Стояноглом, честно вам говорю, меня не интересует. Вообще не интересует. Если они существуют, это возможно влияние Платона на прокуратуру. Как многие говорили, что генеральный прокурор это не Александр Стояногл, а Вячеслав Платон. Было и такое мнение. Вот этот фонд создается, и сегодня высказал господин Попов, высказал, что очень многих беспокоит, как рассматривается дело по краже миллиардов. И он объяснил какие-то элементы очень важные. Он сказал, что тут были растревожены довольно-таки интересные, экономические интересы, бандитские интересы. И вся эта связь, как я понимаю, делается через пространство масс-медиа, делается вот эта связь для того, чтобы денегрировать вот эту позицию, которую занял генпрокурор по поводу рассмотрения дела о краже миллиарда. То есть вы считаете, Платон не имел влияние на прокуратуру? Я знаю, как было изменено кардинально рассмотрение, и вообще стратегия по рассмотрению по этому делу после того, как пришел Стояноглу. И я понимаю, что это реально растревожило очень многих экономических важных людей, не только в Республике Молдомова, но и извне. И я могу согласиться, что у меня появляется сомнение, что вот эти связи делаются только для того, чтобы дискредитировать вот эту стратегию, которую взял генпрокурор. И я не исключаю, что завтра мы уже увидим вообще другую стратегию по рассмотрению кража миллиарда. Пройдут еще 2-3-4 года. А была ли стратегия у генерального прокурора? Значит, я знаю, что она была. Я знаю, по какому пути он шел. И была логика, потому что эти ситуации были рассмотрены на разных межинституциональных платформах. И в общей дискуссии нам объяснялось, в чем смысл генпрокурора высказывал свои позиции в разных брифингах. По-моему, вот эта позиция довольно-таки отказ от обвинений. Давайте я вам так скажу, это не он решил, это решил судебная инстанция. Значит, он пришел, подал ревизию. Но он обратился с запросом, да. Но не он пришел, это пришел прокурор. Ну, прокурор пришел, подал ревизию в суд. Дальше суд рассмотрел, и судья высказал, что дело господина Платона пересмотрено. Вот опять же пошел вот этот элемент манипуляции. Не генпрокурор решил этот вопрос, а судебная система Республики Молдова. И давайте вспомним, что до прихода Стояноглу по поводу Платона все говорили, что он был в жустиции селектива в раннем периоде, когда его заключили по стражу, арестовали и закрыли. Потому что его дело в закрытом пространстве было рассмотрено, очень много вопросов было по этому делу. И он был в каком-то списке по поводу жустиции селектива. После того, что-то произошло, когда господин Стояногла поменял вот эту стратегию по фурту Миллиардову, и сразу уже сделали ему привязку с господином Платоном. И дальше вот Платона сделали вот именно самой большой опасностью для Республики Молдова. Проблема, что самая большая опасность для Республики Молдова, это не экономический агент, это наши политики, которые не умеют использовать власть правильно, во благо народа. И допускают вот такие элементы по краже миллиарда, потому что без политиков кражи миллиарда не было. И сейчас, вот честно, я никогда не видел, чтобы кто-то мог влиять на господина генпрокурора, по крайней мере с политической системой. Я кроме институциональных дискуссий на платформах институциональных, я не мог с ним общаться. Кроме как, здравствуйте, поздравляю, там бумажку написать, как оно, диплому по поводу поздравления с днем рождения. Больше ничего. Он никогда не позволял никакому политику как-то влиять на работу системы прокуратуры. И меня это, я как адвокат, я это ценил. И я раньше критиковал вот этот закон, про который говорит господин Дьяков, что как-то он отдалил прокуратуру от политической системы, потому что он, ну, я не видел вертикальных генпрокуроров. На момент, когда появился господин Стояноглой в виде, как он себя ставит, защищая независимость прокуратуры, тогда сказал, что в принципе закон уже начал действовать и зависит все-таки и от персоны генпрокурора. И он мог устоять, он борется сегодня не за себя, он борется за независимость системы прокуратуры, поэтому я и ценю именно вот то, что он делает сегодня. И поэтому меня не пытаюсь персонализировать проблему, потому что проблема не генпрокурор, не господин Стояноглу, не Платон, проблема контроля, политического контроля над системой прокуратуры. И вот власть делает все возможное, чтобы взять под политический контроль систему прокуратуры. А это очень и очень чревато для будущего, для наших прав. Я чуть-чуть себя почувствовал свободно два года, и для меня это очень важно. Я работал в захваченном государстве как адвокатом, я знаю, как оно работает, я помню, когда была полная власть одной партии, как оно работалось. И для меня это не самые приятные времена, поэтому я очень надеюсь, что мы, вот, благодаря тому, что мы почувствовали чуть-чуть свободы, будем защищать дальше эту свободу, и не позволим больше никакой политической власти устанавливать на территории республики Молдова диктатуру. Потому что по беспределу придут за ним, завтра за любым придут по беспределу, и никто тебя не будет защищать, потому что такая ситуация произойдет. Господин Дьяков, вот тоже вас хочу спросить, вы заметили ли связь, о которой так или иначе, наверное, уже каждый слышал, что предполагается вот эта связь между Платоном и Стайноглой, что Платон диктует какие-то свои правила, и в том числе то, что сам Стайногл заявил и подтвердил, что обращался за помощью или консультацией Платона в расследовании кражи миллиарда, и даже были записи с его приветствием на «ты» и так далее? С чего начинать? Вот господин Гачевский закончил, что он работал при захваченном государстве. Но он был где-то там, с той стороны, а я был постоянно с этой стороны. И я ушел на пике своей славы, и ушел в знак протеста, и сделал прилюдные заявления, и вернул все свои награды в знак протеста, в несогласие с властью и так далее. То есть у меня особые к этому отношения. И возвращаясь к Стайноглу, раньше в советское время было так, в фильмах, и вообще было вот такое выражение, это моя школа. Стайноглу пришел, переступил порог в прокуратуру, когда я был уже зам прокурора города. То есть я был уже мужик, а он пацан только зашел. И так сложилась судьба наша, что на все его витки, его служебной лестницы я был рядом, и мой голос был решающим. И когда стал зам генерального прокурора, меня пригласил в Уронию, я предложил его. И когда он стал депутатом, тоже была моя та самая. И сейчас, когда он стал генеральным, он пришел ко мне домой, и говорит, Иван, вот так и так, что делать мне? Пойти или не пойти? Мы у меня во дворе очень долго обсуждали, разговаривали. Я говорю, Саша, я не знаю, зачем тебе это, а если ты решил, я говорю, что ты... Потому что на тот момент я поддерживал, уже машина пошла, уже развернулась, и агитация была в обществе, и я поддерживал кандидатуру Глигора. И когда Александр Михайлович пришел, мы обсудили это, и я переключился на его поддержку. Я был очень рад, когда он выиграл, и учитывая, что он все-таки был общенадзорником, так у нас по внутренней кухне, он работал и следственным, потому что был прокурором Гагаузи, отвечал за все, но он все-таки в специализации его была другая. А я следственник, я всю жизнь занимался следственником. Следствие что такое? Это человек, который получает бумажку, заявление, или иногда даже не бумажки, вот сообщение, что там тот труп, выехал, и делаешь дело уголовное, и даешь судьи, готовые, надо только читать, и вот как было дело. Так вот, Александр Михайлович со мной считался. Мы, я его знаю, как, потому что я старший по возрасту, я относился к нему как товарищу, но и как младшему товарищу по возрасту, поэтому я более опытный, но я опытный и в следствии. И в этом смысле он со мной считался. И вот, когда, уже подхожу к этому вопросу, когда он пришел к выводу, что делать с Платоном, он мне позвонил, позвонил, недели за две, и говорит, Иван Георгиевич, вот такое дело, я изучил лично, изучил материал уголовного дела, там все сфальсифицировано, что мне делать? Я вот прилюдно говорю, что сказал, говорю, Саша, не отпускай, потому что никто не поверит. У меня опыт есть, общение с людьми и так далее. Говорю, пусть сидит. Ты раз так, то нормальный, а Александр Ильич, он очень буквоед, он человек, соблюдающий закон от и до. Говорит, Иван Георгиевич, я не могу. Говорю, хорошо. Ты пиши в Верховный Суд, как сейчас правильно называется? Выше судебная палата. Выше судебной палаты. Говорю, пиши, отправь и дистанцируйся. И пусть там решает... Вот удалось ли ему дистанцироваться, вот как вы говорите? И как вы считаете, возникли ли на какой-то основе все-таки такие подозрения? Понимаете, надо знать, что оно было. Я его знаю очень хорошо. Он высококультурный человек, он честнейший человек и так далее, и так далее. И, конечно, он был уверен, что на него, к нему не прилипнет вот это. Я больше скажу, уже когда в обществе начали клеймить его, что он чуть ли не взяток, что за взятки и так далее, в любой нормальной стране, любой прокурор, если бы... Я не говорю уже об демократических, это самое, если вот такое дело сфальсифицированное от и до, от корки до корки, Платона выпустили без социалистов. Здесь его роль только то, что он адресовал для пересмотра. Хорошо. Тогда факт того, что Платону удалось уехать в Лондон, имеет два других уголовных дела. Давайте, да скажу еще, я, когда уже в обществе стали, прямые обвинения, что он чуть ли не за взятки. Я был у него, и у меня был разговор с ним. Говорит, Александр Ильич, как так получается, понимаешь? Вот не послушал ты меня, вот надо было так. Он посмотрел в глаза, говорит, Иван Ильич, прямо слезы у него, говорит. Говорит, а вы хоть не верите, что я не брал? Я ему ответил, говорю, Александр Ильич, я знаю, что вы не брали. Но я не верю, потому что никто тебе не верит. То есть, что хочу сказать этим? Да, обыватель, он, во-первых, у нас, вот это, в нашей бедноте и так далее, все люди ищут виновного. И вот нашли, что виновного виновного. Да, он дал повод, это самое. Но это повод для того, что, да, можно обвинять, можно говорить, но нельзя сфальсифицировать и арестовывать за это. Ну, не нравится он ни президенту, ни пасовцам, ни вам, ни мне. Ну, не нравится, потому что он не делал, как мы хотим. А вы хоть знаете, или вообще это большинство народ знает внутри. Я вам говорю, Стой Ноглу пришел два года назад. Да. В каждый год у нас в республике совершается по 30 тысяч преступлений. Вот 7 апреля случилось, 7 апреля 29-го года, да, не раскрыто. Можно? Можно его спросить. А серьезно это спросить Стой Ноглу сейчас, почему не раскрыто? Но ему предъявляли довольно реальные обвинения в том, что вот не продвигается кража, расследование кража миллиарда. Ну как? Ему предъявили люди, вот так говорят, вот я ничего не сделал. А он конкретно вот говорит, вот в этом году мы 10 уголовных дел направили в суд. Многие результаты были показаны вот последние несколько недель после того, как об этом начали говорить представители партии действий солидарности, из представителей Майя Санглсома. Но дело, вы понимаете, вот сейчас, вот сейчас новые прокуроры, они придут, и если Костяк, который создал Стой Ноглу, разбежится, так эти дела еще на энное количество лет уйдут в небытие. Потому что, понимаете... Вы считаете, были прогрессы в его расследовании? Я вам как профессионал говорю, уголовное дело это не пойти и купить арбуз. Уголовное дело это творчество. И надо иметь в виду, что, вот я начал только что говорить, что в прошлом году, позапрошлом году 30 тысяч, в этом году 30 тысяч и так далее, и так далее. Эти дела накапливаются. А гражданин конкретный, вот конкретный, Иванов, он пришел к прокурору и говорит, вот у меня в ДТП убили сына. Не дай бог. Для этого человека не существует кражи миллиарда. У него убили сына. Позавчера. Вы считаете, такие дела были расследованы на должном уровне, дела подобного? Нет, так я говорю, что о количестве, огромное количество уголовных дел не может генеральный прокурор сидеть только с этим делом. Да он создал группу. Да это самое, поменял, сделал. И этот шлейф там надо изучить. Там связано с международным отношением. Ну, куча вопросов. Сейчас вот, когда Александр Дмитриевич докладывал, или Попов, когда докладывал, ну все ясно. Огромный объем работы выполнен. Господи, у нас остается буквально несколько минут до окончания передачи. Хочу вас спросить, вот, господин Нагачевский, ваши прогнозы. Какова будет процедура назначения нового генерального прокурора? Или есть шансы, что Александр Стойногло вернется в должность и не будет найден состав преступления? Есть ли такой шанс? Давайте начнем с того. Очень коротко по поводу кражи миллиарда я могу сказать. Вот мое мнение, что до сих пор делалось все возможное для того, чтобы не было рассмотрено. Вот первые результаты, в принципе, эффекты рассмотрения, эффективного рассмотрения этого дела, это было пристая ногу. Это мое юридическое, мое мнение как юрист. По поводу, будет ли уже госпожа Стоматесна, Несуайт сегодня уже сказала, что пока не пойдут через процесс евалуаря прокурору и генерал, пока не будет рассмотрено это уголовное дело против него. Поэтому вся эта ситуация растянется, и они будут работать с его гемпрокурором. Почему? Потому что с его гемпрокурором намного легче, легче влиять, потому что его он всегда намного привязаннее к тем, кто его назначает. И если ты назначил уже полноценного гемпрокурора, в этом случае уже он опять защищен принципом независимости, поэтому я думаю, что у нас еще будет много месяцев его гемпрокурора для того, чтобы они могли еще сильнее влиять именно на то, что делает его. Вот по миллиарду, чтобы я не забыл. Я смею здесь утверждать, что очень большая вина лежит на бывшего генерального прокурора, Гурина. Когда я это было то ли в 13-м, то ли в 14-м году, услышал, что задержали Гацкевича. Я дал указание принести, расследовал такой маленький прокурор из Баюкана. Я взял это дело, хотел взять прокуратуру города, хотя это последствия антикоррупционной. Я взял дело, и как я не успел, потому что у меня были другая работа. Я взял дело, положил, и через 15 минут приехал первый зам бывший в Пынте. Вот указание генерального прокурора, и забрали дело у меня. То есть генеральная прокуратура забрала дело и заглушила ее. Все детали остальные не знают, но генеральный прокурор... Сколько еще времени будет у нас исполняющей обязанности генерального прокурора? 20 секунд, очень кратко и завершаем программу. На ваш взгляд. Никто не знает, я думаю, что он будет дежурным генеральным прокурором до того, как уладятся кое-какие вопросы, посмотрят, что выйдет с Сойен-Оглов, как если я думаю, что Сойен-Оглов должен выйти очень быстро, потому что все сфальсифицировано. И тогда начнется процедура его... Как? Реабилитирования. Ну, реабилитирования... Восстановления должности. Кунаштина-Сулулулой. Это будет очень долго. То есть власть не желает того, я думаю, что они угробят прокуратуру. Уважаемые гости, спасибо вам большое за то, что приняли участие в этой программе. Уважаемые телезрители, спасибо за внимание. Увидимся завтра в 18.30.